Один из видов досуга, существующих на базе центральной библиотеки, — группа здоровья. В основном её посещают женщины старшего возраста. Здесь они могут послушать лекции о здоровом питании и правильном образе жизни. На этот раз для них прошёл мастер-класс по скандинавской ходьбе. Это тот вид спорта, который не требует серьёзной подготовки. Им могут заниматься почти все желающие. Этим видом спорта можно заниматься всегда. Это и осень, и зима, и лето, соответственно. Потому что нам нужна для этого любая поверхность, желательно, конечно, парк, чтобы мы могли дышать полной грудью, и палочки. Каждое занятие начинается с разминки. Сначала инструктор показывает упражнения на определённые группы мышц и ставит правильную технику. После чего любительницы прогулок отправляются в парк. Палочки поднимаем наверх и тянемся хорошо-хорошо кверху, растягиваем позвоночник. Нина Репешенко уже 20 лет состоит в московском туристическом клубе. И скандинавская ходьба ей очень близка, так как напоминает походы в лес. Мне очень повезло, что библиотека в моём доме – это мой второй дом, где я всегда встречаю людей хороших, друзей хороших, во всём помогут, посоветуют. Беру книги. Здесь у нас проходили танцы, когда был клуб на ремонте. И всегда хорошая, тёплая обстановка, атмосфера. А Ольга Буслаева долгое время работала в сфере образования Ленинского района. Недавно она вышла на пенсию и теперь посвящает своё свободное время заботе о здоровье. Пыталась сама ходить с палочками, но сегодня пришла на занятия. Потому что я привыкла работать с людьми, мне хочется быть в коллективе. И я очень рада, что я наконец научусь правильно ходить, потому что ходила я так сама по себе. Как правильно отмечают участницы группы «Здоровье», скандинавская ходьба – это не только спорт, но также общение и хорошее настроение. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.